17 лекция с цикла, посвященного истории войны за независимость Израиля и ее предпосылкам. Я уже сказал, что в ходе ближайших лекций я буду говорить про соотношение сил. Предыдущая лекция была посвящена собственным силам, которыми располагали местные палестинские арабы к началу или, скажем так, в ходе конфликта, начавшегося сразу же после решения ООН о создании еврейского государства. И в этой связи я упоминал, как основное их формирование армию священной войны, а также военизированные молодежные организации под названиями Наджада и Футува. И все эти группы, по крайней мере, теоретически все они подчинялись Верховному Арабскому Комитету, во главе которого стоял муфти Хаджимин Хусейни. И мы говорили, что силы этой армии священной войны, основного местного и регулярного формирования, они действовали на двух основных театрах военных действий. Первый – это в районе Русалима, а второй – в районе Рамля-Лот-Яфа. Теперь нужно отметить следующее, и мы подчеркну еще раз, говорим все еще про период до начала вторжения регулярных арабских армий, то есть до 15 мая 1948 года, почти сразу с началом вооруженного конфликта началась инфильтрация в Эр-Цисраэль с территории сопредельных арабских стран, в основном из Египта, но не только из Египта, также и из Трансиордании, Сирии, Ливана, вооруженных групп, большинство из которых организовывалось движение братьев-мусульман. Число таких вооруженных волонтеров, которые сюда пришли на помощь местным палестинским арабам, составило порядка 6-8 тысяч человек. Иногда называются большие цифры, но в принципе речь идет примерно о явлении такого рода, такого порядка. И если мы говорим про эти группы, то тут нужно отметить, что наиболее эффективной из них была одна группа, связанная с неким бедуинским племенем, жившим в Трансиордании. Племя это называется Хувейтат, и во главе его стоял шейх Гарлун-Бенджязи. И боевые группы этого племени, прибывшие сюда во главе с этим шейхом, они облюбовали для диверсии участок шоссе Иерусалимского, которое соединяется с Приморской равниной, с Тель-Авивом и так далее, примерно в районе Чаарагай, Баб-эль-Ват, Чаарагай, всем известное место, там где начинается подъем к Иерусалиму, там стоят вот такие остовы бронемашин, оставшихся от конвоев 47-го, 48-го годов, которые перед Днем Независимости покрывают флагами, так вот на этом участке они в основном действовали, базировались в прилегающих к шоссе арабских деревнях, и в общем-то была довольно грозная сила. И таким образом мы видим, что по сути дела от Яфа, то есть от моря до Иерусалима, вся эта территория была охвачена уже в ранний период войны, была охвачена военными действиями, в районе самого Иерусалима это Абдалькадр Аль-Хусейни и подчинявшиеся им участия армии Священной войны. Дальше уже на спуске это племя Ахвейтат, которое в тесном контакте и взаимодействии с ним работает на следующем, на участке шоссе, уже ближе, уже спуск в долину. А дальше уже в самой долине, там, естественно, Лют, Рамли, Яфы и так далее, так сказать, там работает другая часть этой армии Священной войны, а именно под та, которая командует Хасан Салямой, которая имеет основную базу и штаб между Рамли и Беирьяку. Следующее, так сказать, если мы говорим про элементы уже интервенции, так сказать, внешних сил, нельзя не упомянуть армию, священную армию, арабскую освободительную армию, которую я в своих предыдущих лекциях уже упоминал, Джей Шалян Катэль Араби, во главе которой стоял полковник Фаузи Кауди, и которая, так сказать, уже в январе 48-го года начала вторжение. Численность этой армии известна довольно точно, там было 5200 человек. Она состояла из довольно большого количества батальонов, но реально, так сказать, можно говорить про, там, скажем, шесть эффективно работавших батальонов, так сказать, имевших полноценный вид. И первый из них им командовал, ну, я не уверен, что его номер был, номер один, но, скажем, один из первых пришедших сюда, им командовал Адиб Сесякли, будущий президент Сирии. И этот батальон вошел в западную Галилею из Ливана и обосновался в районе приграничной Таршихи, атаковал кибулц-ехьям и, в общем, действовал в той части Галилеи. Примерно тогда же другой батальон под командованием Мухаммеда Цафе, такой был сирийский офицер, он вошел с территории Транс-Ардании через мост Дамия, Адам этот мост называется, и обосновался в Тубасе. Тубас – это такой, в общем, большой город, наверное, уже, можно сказать, между, тогда это, наверное, был большой поселок, между Шхемом и Джанином, ну, скажем так, восточнее, в Танахе, это место известно как Тевиц. В общем, в этом Тубасе было в Уштапе, в тех краях, отчасти в сторону Бетчанской долины, где уже были еврейские поселения, он действовал. Наконец, третий батальон им командовал Медлю-Ля-Бас, это был иракский офицер, он также по мосту Дамия вошел в Самарии и, значит, где-то там же оперировал, и отчасти в сторону Галилеи. И, наконец, в марте, это я уже сказал, в январе, на просто очень раннем этапе войны уже произошло это вторжение, война началась в последний день, по сути, ноября, да. В марте еще три вошли батальона этой арабской освободительной армии, и она уже, помимо, скажем так, стрелкового оружия, включая, скажем, пулеметы и там плюс разнокалиберные минометы, она уже имела, в общем, довольно серьезное вооружение. То есть, во-первых, у нее были батареи 105-мм орудий, у них были батареи 75-мм орудий, у нее была некоторая бронетехника, то есть были бронемашины, да, так сказать, они там на фотографиях, посвященных войне за независимость, можно видеть эти подбитые бронемашины, у них была такая характерная эмблема, шестиконечная звезда, которую пронзает кинжал, в общем, так сказать, это были бронемашины арабской освободительной армии. Подчинялась она военному комитету Лиги Арабских Государств, то есть уже не муфтию, не Верховному Арабскому Комитету, который как бы тоже действовал от имени Лиги, но он не воспринимался как, так сказать, по-настоящему представительный орган, и к нему отношение было более скептическим. Это была уже, так сказать, непосредственно сила армии, это была сила Лиги Арабских Государств, она, так сказать, из добровольцев, из наемников всяких, я уже упоминал, что помимо арабских наемников из разных стран, там были также выходцы из боснийских дивизий СС, там также были и бежавшие на Ближний Восток офицеры немецкие, и они помимо своей, так сказать, непосредственной деятельности, они также оказывали, некоторые руты были направлены в районе Иерусалима, и здесь размещены в каких-то деревнях, они, в общем, оказывали некоторое содействие Арабской Армии Священной Войны, вот этой, так сказать, Абделькадр, в плане подготовки кадров, хотя взаимодействие между ними, это вообще отдельная тема, оно не было особенно эффективным, позже я скажу почему. Ну, для начала я отметил, что они подчинялись совершенно разным структурам, один этому муфтию, Верховному Арабскому Комитету, а другой – Военному Комитету Лиги Арабских Государств. Теперь, что еще надо заметить, что в подготовке кадров, кстати сказать, местных арабских кадров этой Армии Священной Войны, помимо всяких пришельцев, там, боснийских, немецких и прочее, да, так сказать, довольно активную роль играли британские дезертиры, которые перешли на… взяли сторону арабов с началом войны за независимость Израиля. Это, может быть, не такое уж самоочевидное явление, но, тем не менее, там было порядка 230 таких дезертиров, это, в общем, до марта 1948 года. Что вообще их побуждало дезертировать вместо того, чтобы дождаться эвакуации обратно в Британию, отдельный вопрос, я не занимался его изучением, но там у кого-то, видимо, были такие пламенные и негативные чувства по отношению к евреям, еще какие-то были, видимо, авантюристы и так далее. Итак, мы упомянули, помимо местных и регулярных формирований, мы упомянули две значительные силы. Одна – это, так сказать, волонтеры, самоорганизовавшиеся или организовавшиеся движением братьев-мусульман группы таких энтузиастов, прибывавших из арабских стран на помощь местным арабам, а другая – это уже организованная сила под названием «Арабская освободительная армия». Ну, раз уж мы упомянули этого фаузика Угдзи, и он, так сказать, у нас еще будет фигурировать в дальнейшем, тоже немножко о нем. Он был бывший османский офицер и активный участник арабского восстания 36-39-го годов. Вообще, так сказать, там все можно почти под копирочку писать, да, естественно, потом он, так сказать, бежит отсюда при подавлении восстания, оказывается в Ираке, естественно, он там вместе с организаторами про-нацистского мятежа в мае 41-го года оттуда бежит в Европу и также, так сказать, проводит там практически все годы войны и занимается примерно тем же, чем и муфти, а именно, так сказать, там пропагандой, организацией этих мусульманских формирований вермахта и СС, но большой дружбы между ними не вышло. Не вышло. Они были такими, можно сказать, двумя наиболее видными арабскими нацистами в Германии, и при этом, так сказать, как-то они, видимо, конкурировали. Во всяком случае, муфти на него регулярно писал доносы, обвиняя его в том, в гестапо, да, обвиняя его в том, что он британский агент. И в некоторый момент его таки арестовали, и, в общем, его там вскоре выпустили, там после нескольких энергичных допросов, все-таки убедились в том, что это поклеб, мутностная клевета. И тот знал, в общем, так сказать, что за этим стоял муфти, за этими арестами, за этими доносами, и поэтому хорошим отношением между ними это никак не способствовало. И разведка ГНИ, она, вообще, так сказать, знала это, и она умела использовать эту вражду, эту неприязнь к аугде, к муфтию и к его племяннику Абделькадеру, который командовал арабской, значит, этой, я извиняюсь, армией священной войны. И иногда это просто, так сказать, срабатывало, да, ему там показывали какие-нибудь документы, которые там особенно живописно выставляли роль муфтия, когда тот возводил на него такой поклеб в Германии. И удавалось о чем-то иногда даже договориться с тем, чтобы там, например, в период, когда Агана планировала какие-то действия в районе Иерусалима против этой армии священной войны, что, например, арабская освободительная армия в этот период не перебрасывала туда какие-то силы или там не пыталась активно вмешаться. В общем, это давняя неприязнь между ними, она эффективно использовалась. И потом конкретно уже, так сказать, в дальнейшем буду упоминать некоторые эпизоды в связи с этим. И вообще, кстати, опять же, вот тоже в контексте этого повествования по поводу разведки Аганы, она работала довольно эффективно. Ну, например, так сказать, я сказал, что там этим местным регулярным арабским формированием было поставлено порядка 10 тысяч винтовок и там какое-то количество, там, несколько миллионов патронов, какое-то количество дополнительного оружия. В общем, могло быть и больше поставлено, но это часто удавалось пресечь, то есть просто удавалось узнать о готовящихся таких рейдах, конвоях. И, например, в марте, в марте 48-го года в районе Кириат-Моцкина был, так сказать, захвачен такой конвой, который шел из Бейрута в Хайфу с оружием для местных арабских формирований. Был успешно перехвачен Аганой. Ну, и, так сказать, как бы, как я уже сказал, да, так сказать, разная система подчинения, да, этот подчиняется военному комитету Лиги, плюс личная вражда между Муфтием и Каугджи, и которая переносилась на Абделькадр Аль-Хусейни, на племянника Муфтия, то, в общем, такие были факторы, которые во многом характеризовали их там неспособность эффективно взаимодействовать, да. Иногда даже в критических ситуациях, когда, там, скажем, в районе Иерусалима, в каких-то деревнях были размещены роты там этих, этой армии, арабской освободительной армии, и когда требовалась их, в общем, там, такая, остро требовалась их помощь, там, местным арабским формированием, иногда бывало, что они просто не приходили, не приходили на помощь. Ну, и, так сказать, если мы говорим, так сказать, про элементы, там, до организованного вторжения, до официального вторжения 15 мая 1948 года, нельзя не упомянуть, я уже и упоминал в предыдущих лекциях, арабский легион, да, так сказать, основную, наиболее боеспособную часть иорданской армии, которая находилась под британским командованием, была под каким-то странным предлогом сюда введена, и, в общем, так сказать, там, потом пришлось отменить ее официальную подчиненность британскому командованию, в полную силу она стала работать уже, там, после 15 мая, когда англичане ушли, но она, вообще-то, и до этого, так сказать, во-первых, самим фактором своего присутствия, это был фактор давления на... поскольку это была совершенно реальная сила, да, так сказать, там было, там, к концу 47-го года порядка 6-6 тысяч 500 военнослужащих, в том числе 4,5 тысячи были в составе двух бригад, остальные в семи отдельных ротах, у них были дверки лирийские батареи, 4 роты бронетехники, всякие вспомогательные силы, это была уже серьезная штука, да, так сказать, можно сказать, наиболее боеспособная в то время арабская сила, и, во-первых, самим фактом своего присутствия они, так сказать, на многое влияли, во-вторых, они иногда просто-таки действовали еще, там, задолго до ухода англичан против евреев, причем действовали в том числе и на территории, которая формально, даже решением ООН, отводилась будущему еврейскому государству. То есть не упомянуть их, так сказать, тоже невозможно, хотя по-настоящему они, так сказать, начали уже работать в мае, скажем так, в мае, там, в конце апреля, в мае 48-го года. Это все, что, так сказать, мы можем сказать про силы, которые участвовали здесь в боевых действиях до начала вторжения регулярных арабских армий. Ну, поскольку уже так много посвящаем сейчас, так сказать, разговору о, так сказать, соотношении силы, про арабские силы, которыми вообще арабы здесь располагали, нельзя не отметить следующее. Ну, так сказать, просто вкратце, да, подробнее впоследствии будем говорить, да, что произошло после 15-го мая, да, какого рода силы были введены. Значит, Трансиордания, как я уже сказал, так сказать, это вот арабский легион в указанном объеме, и плюс дополнительные силы, которые сюда вошли, всего, так сказать, трансиорданский контингент вторжения составил порядка 13 тысяч военнослужащих. Египет на первом этапе ввел порядка 10 тысяч, потом, позже, так сказать, дошло примерно до 20 тысяч численность его армии вторжения. Ирак на первом этапе 5 тысяч, позже 18 тысяч. На первом этапе, то есть, я имею в виду, после 15-го мая, вот, так сказать, они не сразу вошли все силы. Сирия в начале 2,5 тысячи, позже, там, 5 тысяч. Саудовская Аравия, а, причем, ну, в общем, не суть важна, да, так сказать, там, неважно. Саудовская Аравия на первом этапе 1000, позже 3000, Ливан на первом этапе 1000, позже 2, может быть, 3000. Иногда упоминают там несколько сот еменских военнослужащих, но иногда их рассматривают как в контексте вот этих волонтеров, так сказать, еще связанных с братьями-мусульманами, а не как отдельную военскую силу, в общем, сколько там насчитать этих арабских армий, 6 или 7, или, там, смотря, как считать. Значит, всего, если мы не считаем вот этого Каугджита, то есть арабскую освободительную армию, иностранных волонтеров, армии священной войны, которая подчиняется, там, скажем, в политическом отношении, муфти и другие местные формирования, то без всего этого в мае-июне, начальный этап вторжения, оно было произведено силами порядка 25,5 тысяч человек. А во второй половине 48-го года, и вообще, так сказать, как бы максимум этих сил вторжения, был примерно 64 тысячи с лишним, 64 тысячи 200 военнослужащих. Это меньше, чем те 120 тысяч сил вторжения, которых опасался Бангарион, может быть, кто-то помнит цитату, в предвоенный период, но, тем не менее, это были значительные силы. Например, в период ранних их уже боевых действий, там, скажем, с мая по середину июня 48-го года, да, когда их там уже, к этому времени их насчитывалось уже там до 40 тысяч, да, силы вторжения, 35-39 тысяч, им противостояло там сначала там около 25 тысяч, потом там порядка 30 тысяч уже, так сказать, еврейских формирований, там, как бы уже всех более или менее объединившихся. То есть, во-первых, так сказать, преимущество у них уже, так сказать, в этот момент было в численно, не считая там всяких местных, и уже то, что я сказал, не считая, да, и к тому же это были, в общем, так сказать, подготовленные армии, то есть это была не шутка. Затем, позже, так сказать, там численность циала превысила, численность арабских армий вторжения, и об этом я буду говорить в той лекции, которая будет посвящена еврейским силам, это, так сказать, может иногда создать некоторую, так сказать, неадекватную картину восприятия событий. Но, так сказать, мы сейчас говорим все-таки в основном про ранний период, и, так сказать, ранний период – это вот упоминавшиеся местные силы, иностранные волонтеры, главным образом братьев-мусульман, арабская освободительная армия, и плюс арабский легион, который, так сказать, еще до 15 мая сюда был запущен. Теперь, что нужно сказать, так сказать, для характеристик, вообще, так сказать, их действий. Пожалуй, начали они так очень решительно, так сказать, на собственной инициативе, и довольно долго инициатива находилась в их руках. Что все-таки характеризовало, что подавляющее большинство, скажем, из местной републики, которая воевала, или хотя бы один раз участвовала в нападениях, это не были люди, которые были готовы надолго оторваться от дома. То есть, это не была какая-то дисциплинированная сила, которая эффективно может располагать то или иное командование. Даже, когда мы говорим про армию священной войны, вот эту Абдалькадр Аль-Хуссени, как наиболее близкую к какой-то относительной регулярности силу местных арабов, и говорим, что в ней было по несколько тысяч человек. Для участия в конкретных операциях он мог собрать максимум несколько сот человек. И главная даже проблема была не в этом. Допустим, иногда их там могло собраться и больше набежать. Проблема была часто в том, что невозможно было заставить их находиться в нужном месте, в избранном по тем или иным тактическим или стратегическим соображениям долгое время. То есть, это были люди, которые, примерно не вставая из кресла, когда-то воспользовался таким образом, говоря о том, с чем можно сравнить действия палестинских арабов в войну за независимость Израиля, им казалось, что они такие большие и сильные, плюс у них много союзников, братьев, которые потом придут к ним на помощь. Поэтому они решили просто задушить соседа, не вставая из кресла. Но сосед в какой-то момент чувствует эту руку у себя на горле, и он там начинает по-настоящему сопротивляться. А если нападающий все-таки так и не хочет, так сказать, как следует, там вообще встать из кресла, сколыхнуться, задействовать все свои силы, ресурсы и прочее, то кончается это для него плохо. И кончилось это для них плохо. И вот эта особенность, так сказать, невозможность эффективно располагать даже имеющимися силами, то есть, как бы по сигналу, по некоторой тревоге, у них такая была целая процедура, как они созывали свои отряды, они могли собрать иногда очень много, иногда это действительно очень много. Я там буду поминать некий эпизод, когда их, может быть, даже и до 2000 в одном месте там собралось, но эффективно их использовать, в том смысле, чтобы сказать, ты удерживай, оставайся здесь, и удерживай такую-то точку, удерживай там. Это было очень-очень трудно. Это была такая существенная особенность, которая в конечном счете, это, так сказать, как бы она для них оказалась, ну, была в числе факторов роковых для местных арабов. Что еще можно сказать, так сказать, что, так сказать, что их так сильно ослабило, да? Я об этом упоминал когда-то, но я говорил подробно, но сейчас вот самое время упомянуть. Я говорил, что арабы, начав восстание в 36-м году, так сказать, и оно продолжалось почти три года, да, они в каком-то смысле совершили роковую ошибку, а именно они выбрали не того противника, да, восстание-то они все-таки там против англичан, поскольку англичане управляли страной и нападали на евреев, но восстание-то было, по сути, если говорить про власть, антибританским, и англичане его разгромили, но дело в том, что, так сказать, основным и объективным противником их было сионистское движение, было более-менее понятно, в конечном счете, им придется столкнуться, если они хотят не допустить создание еврейского государства с евреями, они, в общем, очень сильно кроваво потратились на это восстание, там у них было 5000 убитых, плюс внутренний раскол, покинувшая страну политическое руководство, и все это, так сказать, сказывалось в 47-48 году, да, то, что руководство, также значительная его часть, до сих пор находилась за границей, то, что, в общем, так сказать, отношения были довольно острыми между разными группами в силу таких осадков, кровавых осадков, мятежа 36-39 годов, и, наконец, некоторая, так сказать, ну, вот усталость, да, там погибло 5000 человек не так давно, 10 лет назад, из-за там населения, которое там больше миллиона, но, тем не менее, не бесконечное, да, и, возможно, также это было некоторым фактором, который, так сказать, нужно принимать в расчет, да, и, опять же, отсутствие единого командования, координации и прочего. Я уже говорил, что военный комитет Лиги Арусских государств, он с самого начала очень низко оценивал шансы местных палестинских арабов выстоять в войне с евреями и делал ставку на интервенцию регулярных армий. Отчасти этим объясняла их скупость в отношении, так сказать, в отношении этих палестинских формирований. Еще были факторы, которые там, кое на что меня, влияли, ну, например, так сказать, этот военный комитет Лиги Арабских государств возглавляли в основном иракские офицеры, которые принадлежали как раз к той группе, которую пытались свергнуть участники про-нацистского мятежа 41-го года, да, и поэтому муфти для них был, так сказать, и Абделькадр, который, его племянник, который там тоже, значит, себя сильно проявил. Они для них были такими, в общем, малосимпатичными людьми. Можно сказать, ну как же, этот Фаузик Аугди, командующий арабской освободительной армией, который действует от имени Лиги, подчиняется этому военному комитету, он тоже там был, он тоже там был среди этих мятежников в 41-м году, он тоже был, ну, как тот, видимо, он меньше им досадил, а этих они, в общем, не очень любили и слабо верили в их там организационные и боевые способности. В общем, довольно трезво оценивали то, на что способны евреи, вот организованный Ишов, так сказать, просто в силу своей принципиально большей организованности. И что тут еще нужно отметить? Вот, так сказать, когда говорят про итоги войны, вспоминают там про порядка 700 тысяч палестинцев покинуло территорию, которая отошла под контроль государства Израиль, так сказать, так называемые палестинские беженцы, то часто это там как бы пытаются приписать каким-то организованным, целенаправленным действиям еврейского Ишова и его вооруженных сил. Нельзя сказать, что таких ситуаций не было, так сказать, такие ситуации были, но вообще-то это бегство началось задолго до того, как Ишуф чему бы то ни было вообще мог угрожать. Смешно сказать, это бегство богатых и среднесостоятельных арабских семей из городов со смешанным населением началось практически на следующий день после начала войны. то есть они сами же как бы арабы начинают войну 30 ноября 47 года и тут же начинается бегство и это бегство до середины марта. До середины марта, то есть мы говорим про период, который в еврейской историографии справедливо, так сказать, называется страшный март 47 года, это еще до перехвата инициативы, до апрельского перелома, до середины марта число этих беженцев составило уже порядка около 100 тысяч человек. Часть из них бежали просто из городов в какие-то там деревни, из которых некоторые их семьи когда-то пришли в города, но очень значительная часть бежала и за границу, бежали в Сирию, бежали в Ливан, даже на Кипр находились способы бежать. То есть в этом смысле так сказать, как бы какая-то элементарная стойкость так сказать населения в условиях конфликта она оказалась очень невысокая. Это, кстати сказать, имело экономические последствия. Я упомянул в прошлой лекции о том, что арабская экономика в общем она склопнулась очень быстро в ходе войны. Каким образом это произошло? Во-первых, те, кто работали у евреев или там где-то в еврейских городах, а таких было немало, они лишились этой работы в условиях вооруженного конфликта. Еврейский рынок оказался закрыт для арабской продукции, в том числе для сельскохозяйственной продукции. Это был немаловажный фактор. Просто некому было сбывать, она гнила или там продавалась за бесценок. С другой стороны, там подскочили цены, особенно на бензин и там на многие другие материалы. И кроме того, так сказать, когда бежит богатый класс, да, и средний класс, то он также самим фактором своего бегства приводит к сокращению рабочих мест. До этого там человек, у него было какое-то предприятие, да, у него были какие-то наемные работники, он решил все оставить, бежать. Он всех уволил, убежал, или там, ну, понятно, да, о чем идет речь. То есть, это схлопывание произошло, так сказать, очень быстро, там, к марту, если я не ошибаюсь, уже не осталось ни одного открытого арабского банка, да, так сказать, это тоже момент, связанный с этим бегством. И вообще, какой-то внятной политики по отношению к этому бегству такой очень внятной и всеобщей ее не было. Лига арабских старств еще в 46-м году говорила о целесообразности эвакуации женщин, стариков, детей, там арабских, на территорию арабских стран случай начала боевых действий, и, в общем, так сказать, казалось бы, так сказать, даже чуть ли не приветствовало это, как какую-то временную эвакуацию, вот там, дайте нам поле боя, мы тут придем, решим все проблемы. Но, например, муфти, он в какой-то момент от него испугался, реально испугался, так сказать, он понял, что происходит, муфти, и Верховный Арабский Комитет, он стал пытаться это остановить, давать всякие там тайные приказы, иногда публичные приказы, запрещавшие мужчинам, способным держать оружие, покидать населенные пункты и так далее. И в одном из этих приказов, я уже упоминал об этом, Верховный Арабский Комитет требует от арабов не покидать свои земли и дома, и защищать их, так же, как делают евреи, потому что они уже убедились в том, что, в общем, евреи не бегут, да, хотя, так сказать, очень во многих местах положение было критическим, мы еще раз говорим про период, пока не еще инициатива у них, наступательный порыв, казалось бы, у них, и, так сказать, в общем, до апрельского перелома. Ишуф держался, да, так сказать, там поселения стояли, даже крайне неохотно приводили эвакуацию женщин и детей, иногда уже в последний момент или там почти безвыходных ситуациях, иногда это встречало внутреннее сопротивление, что, значит, мы не можем уйти, если мы здесь, если мы там отправляем там своих жен и детей, значит, мы сами собираемся покинуть это место. И этот момент был осознан Нерковным арабским комитетом, он пытался как бы транспорировать еврейский опыт и требовать такого же поведения от арабов. А если мы говорим, вот, если вы тут немножко заговорили про евреев, я в свое время увидел такую некую цитату, мне она очень понравилась, хотя она относится к другому времени, это Ром Шер, он в 20-м году, это один из защитников Тельхая, да, тогда на чаше весов лежала судьба вот поселения Галилейского выступа, 20-й год, он написал статью, которая была опубликована газетой Кунтрес, выпускавшейся партией Полицион, рабочей Сиона. Статья эта вышла уже после его гибели, он погиб там вместе с Тромпельдором и другими шестью защитниками, так сказать, Тельхая, те восемь человек, в честь которых назван Акириат Чмуна и которых Жаботинский в одном из своих стихотворений назвал пахарями, легендарными пахарями Тельхая, значит, статья вышла уже после того, как он погиб, а в статье это он пишет, места не оставляем, построенного не уступаем, ведь нас так мало, 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 и мы уже почти упустили свой исторический час, и то, чего можно было добиться вчера, потребует от нас завтра многократно больших потерь жертв. Да, и, так сказать, эта цитата 20-го года применительно к поселениям Галилейского выступа, которые могли тогда отойти под контроль французского мандата и быть утеряны для Иешува, но этими словами в очень большой степени можно было выразить и фундаментальный пафос или там этос еврейского Иешува в 48-м году, и там муфтий в некоторый момент он понял, что происходит, так сказать, и пытался заклинать и, в общем, там, как-то приказывать остановить это бегство, но этого не удавалось сделать еще даже, опять же, до того, как будет, так называемый, задействован 4-й оперативный план Агана и до апрельского перелома, до всего, это все началось буквально на следующий день после начала военных действий, потому что приказывают оставаться, а кто приказывает, они сами сидят в Каире, да, война идет здесь, они сами сидят в Каире, ну, там, я не говорю про военных командиров, там, типа, Абделькадра, сам муфтий, Верховный Арабский комитет, часть этих местных национальных комитетов очень скоро там оказались люди где-нибудь там за границей, и вот они там сидят за границей, требуют вы здесь там, типа, сражайтесь, да, и плюс за счет бегства состоятельного класса, да, и разрыва отношений с еврейским рынком сколлапсировала экономика, а именно просто потому, что, в общем, ну, просто им прожить уже было не на что, так сказать, источники заработка исчезли, и так далее. Это может все показаться очень смешным, да, казалось бы, вы начинаете войну, да, так сказать, как бы, открыто говорите, мы его удушим, убьем совсем, да, так сказать, соседа, начинаете его душить, и при этом, я уже сказал, не вставая из кресла, и, так сказать, с таким уровнем собственной вообще какой-то резистентности, который оказался совершенно недостаточным, несмотря на все факторы превосходства, оказалось, что она недостаточна для того, чтобы решить, решить эту задачу, и вообще самому, так сказать, как-то уцелеть. И здесь я хочу, в качестве, может быть, некоторого такого, уже подводя итог, процитировать такого историка израильского, Илья Коэн, я уже упоминал его книгу в одной из первых лекций «Теневая армия», там, где он вообще, так сказать, пишет про феномен арабской коллаборации с сионизмом, я не буду снова, так сказать, возвращаться к этому, я уже говорил про этого, историка, так вот, в этой книге он пытается, так сказать, вот, некоторым образом кратко подвести итог этим событиям, и пишет он следующее. «Поведение палестинского общества приводит к выводу о том, что в релевантный период и ко времени его завершения, завершение, то есть это 1948 год, в нем отсутствовал тот национальный дух, который по определению Бенедикта Андерсона представляет собой глубокое чувство братства между связанными друг с другом людьми и порождающая в миллионах людей готовность не только убивать, но и умирать ради этого чувства. Иными словами, палестинский арабский национализм выражался в то время в наличии национального сознания и национального чувства, но не в готовности к реальному действию и самопожертвованию». Это такая, в общем, общая характеристика, в общем, в целом довольно точная, емкая и довольно точная. Это Бенедикт Андерсон, которого он цитирует, я надеюсь, люди многие знают, он автор такой нашумевшей книги, довольно популярной, в частности, по-русски изданной, под названием «Воображаемые сообщества», где он говорит о феномене нации. Я сейчас не буду вдаваться в его концептинге, но тут действительно вроде бы есть какое-то уже национальное чувство или, по крайней мере, чувство такого религиозного национального негативизма по отношению к чужакам, по отношению к евреям. Есть какой-то задор, есть готовность вообще начать войну и непримиримость, отказ принять любые варианты разделок и промисс и открыто декларированные намерения убить соседа. И при этом само это общество оказалось, и это, так сказать, в конечном счете было одним из причин его поражения, да, к апрелю это уже было просто, в апреле это уже было просто настоящее поражение. Оно оказалось совершенно не, так сказать, резистентным по отношению к тем испытаниям, которые так или иначе неизбежны были в ходе войны, которые само же оно и развязало. И тут вообще, так сказать, задним, опять же, тут совсем уже последняя строка, задним числом у многих возникал вопрос, насколько сознательным было решение прямо начать прямо сразу же 30-го ноября эти действия, как, так сказать, войну. Ну, во-первых, далеко не всем было понятно, там, скажем, с еврейской стороны далеко просто было еще непонятно, что это уже началась война за независимость. Все-таки еще, так сказать, может быть, это какие-то беспорядки, что-то там возвращается к феномену 36-39-го годов. Лишь там где-то в январе уже стало понятно, что идет по-настоящему идет война, да, что это уже часть той самой войны, так сказать, что это уже война в полном смысле слова. И самим арабам, может быть, тоже еще не очень было понятно, что то, что они начали, там, начав нападать на еврейский транспорт, на еврейские поселения, пытаясь где-то перерезать коммуникации и прочее, что это уже война в полном смысле слова. Им казалось, там, их руководство, по крайней мере, да, что целесообразнее выждать выждать там где-то поближе к маю вот когда уже таскать это будет по времени непосредственно предшествовать уходу англичан и близкой помощи арабских армии вот тогда то и надо но реально была динамика которая таскать была сама по себе да там там муфти даже тоже скрылись некоторые его высказывания где он там вроде бы рекомендует пока выездать а потом при этом в то же самое время таскать его там этот племянничек ставление к абдель кадр начинает полномасштабную войну в районе иерусалима и это сказать я позже там через лекцию там еще буду говорить о том что это вообще таскать такое было и уже де-факто начинается эта война и уже таскать далеко не все управляемо уже некоторая такая как бы динамика где-то там кто-то чувствует свою силу там нападает да там я говорю в том случае про арабов и уже это не управлялась какой-то такой продуманной стратегии выждать до момента когда это будет близко ко времени начала интервенции регулярных арабских армий это поджигалась это загорелась это загорелась может быть так сказать сильнее менее управляемы чем они сами себе предполагали и когда это загорелась по-настоящему настолько что поставила и еврейский шуф перед смертельной опасностью он просто взял и решил эту проблему еще до начала до начала интервенции регулярных арабских армий на этом сегодня я могу наверное эту лекцию закончить в следующий раз уже о еврейских силах в начальный период войны за независимость и не только в начале